Привет всем фанатам цирковых трюков на шесте! С вами Слен, и сегодня мы будем учиться силовым гузишкам во флаг. Я знаю, вы хотите этого делать все время, делать мощно, делать сомнутыми ногами, делать легко. Итак, выглядит основной флаг, который мы разберем самым первым, это когда ноги идут сбоку. Выглядит он примерно вот так. Все. Самый простой флаг. Механизм таков. Верхняя рука тянет себя вверх, нижняя отталкивается. И поясница, пресс тянут ноги вверх. Сейчас разберем все по раздельности, как это все работает. Итак, разберем ОФРБ. Что вы должны уметь для того, чтобы начинать делать гузишки? Во-первых, вы должны делать горизонтальный флаг с сомнутыми ногами, с прямыми, не меньше 5 секунд. И во-вторых, вы должны делать хоть чуть-чуть отрицательного флага. Потому что вас будет как бы лотать то по одну сторону, что что-то по другую. Вот горизонтальный флаг отрицательный отталкивает. Обжимания во флаге, это и есть хорошо. Долбите туда-сюда, можете сюда скрещенными. Во-первых, вот с такими ногами делать для начала, если вы совсем не можете делать с прямыми. Но в идеале нужно делать с прямыми. Подходим, значит, начнем с нижней руки. Если вы думаете, что вам понадобятся вот такие вот нажимания, для того, чтобы сделать гузишку, ну это совершенно не так. Там другой механизм. Значит, вам придется учить так называемый закрытый горизонт. Хотя бы так не должны делать. Второй этап. Седа. Подтаскиваем ноги, скрещиваем их, выходим из закрытых горизонт. Ну и в конце концов, было бы неплохо делать стойку на руках. И тогда вы почувствуете, что должна испытывать нижняя рука при вытяжке его флага. Ну что, типа того. Чтобы прослечь, как работает верхняя рука, и как работает пресс и ноги, мы пройдем к турнику. Для того, чтобы понять, что происходит с руками и с поясницей во время выжимания флагов, подойдем к горизонтальному перекладине, он же турник. Понятное дело, что подтягивать себя вы будете силой. Для этого вам нужно тренировать либо подтягивание на одной, ну хоть что-то вы как бы должны, хоть чуть-чуть себя подтягивать. Если совсем все плохо с подтягиваниями на одной, делайте просто подтягивание широким хватом к каждой руке. Ну, выглядит примерно так. То есть, представляете, что вот это шест, и вот этой рукой, например, которая у вас сверху, вы себя подтягиваете. Механизм примерно такой же, как при выжимании флага. Вот, честно говоря, подтягивание на одной я учил держать с одной рукой за стойку, другой рукой за турник. Как бы, и когда вы чувствуете, что вам уже легко, просто руку опускаете ниже, 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 вот, и в конце концов вы просто подтягиваетесь на одной. Сила решает многое. Если у вас в руках силы много, соответственно, выносливости больше, дольше будете себя держать на одной руке, дольше будете делать флаги. Так. Поясница, ноги. Чтобы ноги шли вверх, вам придется напрягать пресс, поясница будет сильно напрягаться, и вот эти места ног. Есть хорошее упражнение для прокачки. Оно может делаться на двух руках, но я покажу на одной, потому что для реальных пацанов все должно быть сложным. Так, значит, почитайте на одной и ногами пытайтесь коснуться руки. Если у вас дури многое о вас, можете еще и зафиксироваться в верхней точке. В конце концов, пресс у вас будет, как у железного дровосека, будет со страшной силой тащить себя вверх и сжать офигенные флаги, как сам одноногий Джон Сильвер. Кстати говоря, все вот эти силовые вещи, которые вы сейчас увидели, не стоит посвящать им целой тренировке. В этом нет смысла. то есть вы, например, вы тренируете, это же флаг, это же подтягивание на одной, это же подъемы ног на одной руке. Не нужно делать там, подходить и делать там 10 подходов на 5 раз. Вы просто управляете с вами. У вас прогресс будет не такой хороший, как надо. Просто подошли, сделали, пошли, отдохнули, не знаю, поели, прошло там 3 часа, набрались, подошли, снова сделали, гарантирую, через месяц у вас будет нафигенный результат, все будете делать, все будете выжимать. Так, дальше, по технике, значит. Стоит вот такую вытяжку учить не снизу, а сверху, опускай сверху на пределах, когда вы уже понимаете, что вы не вытянете вверх и после, когда опускаетесь сверху, снова поднимаетесь вверх. Ну, вот как-то так. В конце концов вы будете делать все ниже, 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 и потом у вас хватит сил хотя бы на один красивый, хороший выход вверх. Вот с такого положения. Вот. Есть второй вариант изучения. Значит, делается как? садите, садите вот значит, вот на эту руку и выжимаете не в полный флаг, а выжимаете где-то по 45 градусов. Получается, вот такая штука. И обратно. Вот. Потом, когда вы постигнете технику, как минимум, выхода вверх, просто делаете ноги все уже, 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 потом, как в конце концов, вы будете делать сомневая белья нога. флаги верхним хватом. Самая тяжелая разводительность флагов. Честно говоря, про них можно сказать только одно. вам офигенно потребуется подтягивание на одной руке. Как натренировать такой флаг? Забудем на секунду, что вы крутые джедаи, потому что, скорее всего, тренировка этого флага займет у вас больше всего времени. Просто будем облегчать. То есть можно вытягивать флаг, там, например, я гнукланную ногу, сложив обе ноги по-турецки. Затем можно еще сильнее прогибаться в прессе. То есть, вот вы, когда, например, дошли, вот если вы чувствуете, все, я больше не могу. то есть фиксируйте руки и начинаете натягивать плесну, поясники, ноги вверх и потом уже нажимаете. Ну и плюс хорошим способом будет стоять вертикально флаги, опускайтесь до горизонтали, когда вы чувствуете, что у вас все уже, руки уже напрягаются, вы больше не можете ниже пуститься, все, снова вверх. Так вот много раз. Пробуйте различные варианты на секунду, вы сможете сделать шпыльными ногами, с носочками или с сонных коленей. Ну и наконец, финальная стадия всяких зануток это вытяжки психологи. То есть вы вышли наверх, опускаетесь во флаг, опускаетесь в исходное положение, снова вытяжка наверх, снова в горизонтальный флаг. Все это делается через горизонтальный флаг, что в одну сторону, что в другую сторону. Точно так же. Только вы вышли во флаг, опускаете ноги с этой стороны, выходите во флаг в горизонтальный, снова поднимаете ноги вверх, снова опускаете вниз. Вот так тренируем. Вы можете вас. Хватит смотреть. Идите долбить флаг. Дорога возникает под ногами и взащего. Сила ухта всегда пригодится. Удачи, тренировки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова